Час назад завершился срок подачи списков кандидатов для участия в выборах самоуправлений. Они намечены на 3 июня. Суммарно во всех краях Латвии подали 577 списков. Лидеры по числу желающих стать депутатами Рига, Юрмала и Кекова. Но есть края, руководить которыми желающих совсем немного. Там срок подачи списков может быть продлен. Если кого-то до 12 не успели рассмотреть, то извините, тогда опоздание. В ходе выборов самоуправления предстоит избрать местные власти 9 городов республиканского значения и 110 краев. Всего выберут 1614 депутатов. Хотя подача списков завершилась сегодня в 6 часов вечера, избиркомы будут работать до полуночи, чтобы проверить списки на наличие ошибок. У нас есть возможность автоматизированно проверить хотя бы правописание имен и фамилий и признание кодов, которые самая массовая была ошибка. Ну и на данный момент я только одного знаю случая, чтобы кандидат указал и подписал сведения о себе не свой пол, а противоположный. Вот только не исключено, что в некоторых местах подачу списков придется продлить на 10 дней. По предварительным данным это Варакляне-Дурбе, Вайнёде, Паргауя и Лубана. Это те округа, где только один список подан, либо не один, нет и одного, либо это там, где может быть два списка, но общее количество номинат кандидатов не достигает количества мест в Думе. Тогда тоже надо продлить срок. Отсутствие желающих участвовать в выборах – тревожный знак, считает политолог Илга Крейтусы. Те, которые были у власти, они теряют надежду, что они могут что-то изменить. И наступает тот момент, почему мне быть этому плохому, которому все будут критиковать, если я заранее знаю, что мне ничего не удастся. Самая многочисленная по числу депутатов – Рижская дума – 60 мест. Она же в тройке лидеров по числу поданных списков. Их здесь 10. Больше, например, в Юрмале – 12 списков. И в Кекове – аж 14. Напомним, в Риге правящие парламентские партии не захотели идти на выборы в Риге единым списком. Все хотят быть лидерами, говорит Крейтусы. В Европе это все-таки идея. То есть, Европа не Европа. Мигранты, так или так, занимают больше места. Люди больше на этого смотрят. В Латвии очень много смотрят на личности, на субъективный фактор. И политики тоже сами пришли к выводу, что не их идея главная, но его лицо, его личность – это главное. Предстоящие в июне выборы вновь подняли вопрос о месте главы государства после окончания полномочий. Ведь под вторым номером в списке Союза зеленых и крестьян в Рижской думе баллотируется экс-президент Андрис Берзинч. Каждый должен все-таки знать свое место и знать то, что он должен делать. Если президент Америки читает лекции в университетах, то сейчас оказывается, что бывший президент Латвии будет сидеть в Рижской думе как депутат и решать вопросы канализации. В предвыборных программах партии ставки делают в основном на критику оппонентов. Главная интрига выборов может развернуться в Риге и Юрмале. Несомненно, интересно, останется ли власть на третий срок Нилу Шаков и его. Это же конец под Калпутрига. Ну и во-вторых, я думаю, что интересная интрига – это выборы в Юрмале. Потому что неясно сейчас, умеет ли Союз зеленых и крестьян повторить свой успех прошлых выборов. А вот партия Артуса Кайминша, от которой ждали прорыва, потеряла самых сильных членов. И бывшая замначальника КНАП Юта Стрите так пока и не проявила себя на политической сцене, чтобы помочь новой консервативной партии. Ян Рубинчик, Валтер Зелч, Латвийское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует...